В день покрова Божьей Матери я хочу рассказать сегодня об очень интересном персонаже. Честно скажу, давно такого кадра не видел. Это Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины. Генерал-майор, бригадный генерал, десятый руководитель главного управления разведки Украины. То есть это наш враг на данный момент времени, а о врагах надо говорить серьезно. Он родился 4 января 1986 года, в субботу. Именно этот человек ответственен за подрыв Крымского моста, за этот огромный теракт. 22 тонны взрывчатки было в той машине. Представьте себе, какая мощь, какая сила. И погибло столько людей. 4 человека погибло, а сколько потом погибло на Украине, той же мы все хорошо помним. Это страшный человек, в субботу рожденный. Он был готов к тайным операциям, к тайной работе. Субботники они все любят тайны, секреты, тайны о чужих людях, о других, о врагах, о своих же и так далее. Это человек приближенный к Зеленскому. Внутренний человек извращенный. Извращенцем внутренним, психологическим, эмоциональным и сексуальным он стал до 19 лет. Это латентный, скрытый бисексуал с развратными очень мыслями и действиями. Я это утверждаю абсолютно точно. На него есть компромат на этого человека. Видео, звуковые записи, как он этим занимался, групповых и вот эти его отдельные истории. На него очень большой компромат. Накоплен иностранными разведками. Я думаю, наши тоже об этом знают. Через тех, кто с ним развлекался. Этот человек особо приближенный к такому же латентному гею, как наш Зеленский. Есть такие псевдомущины, имеющие жен, детей, но которые развлекаются своими приятелями, друзьями, подвыпив, подкурив, нанюхавшись, занимаются вот такими извращениями. Так они себя друг друга, так сказать, замазывают, создают такой внутренний секретный клан и потом используют друг друга, продвигая по службе, ставя на важные места особые. И вот у нас Кирилл Буданов именно из этой партии. Таких латентных, голубых, показывающих изо всех сил свою брутальность, мужественность, так сказать, склонность к насилию, значит, брутальность, одним словом. На самом деле все не так. Это чувственный, мягкий, эмоциональный, скрытный человек. Нелюбимый, недолюбленный, недоласканный в детстве, в юности. Потом себя раскрывать стал. С 16 лет самостоятельная жизнь, проявление своей вот сексуальности. Он привлекательный был всегда и внешне, и физически. Много занимался физическим развитием, своим телом. Любил свое тело, любил наблюдать за ним, зеркало. И так, и сяк, чего у него, какие причиндалы, какая грудь растет, мышцы где появляются. То есть, вот такое вот визуальное извращение, извращенность у него 100%. Это такой классический, латентный нарцисс, любящий себя. Никому не верящий, никому никогда не верящий. Потому что и в субботу родился, и в день, и в год, 86-й год, год Венеры, богини любви, красоты и материнства и плодородия в эзотерике, в мистике. Или в год Голгофы. Мужчины 86-го года, они латентные. Мягкие, обаятельные, чувственные, любвеобильные, сексуально озабоченные. Делают это все со вкусом, с эстетикой и так далее. Им это нравится. И используют разные формы. Значит, по сути, по духу, Кирилл Буданов не человек уже. То есть, назвать его обычным рядовым человеком, как нас с вами, уже невозможно. То есть, он уже иного сорта человек. Это испорченный, изгаженный, изуродованный, ожесточенный, очерствленный, циничный, наглый, беспардонный, ничего не боящийся человек. Ничего уже, никого не боится. Он довел себя до этого человека. Очень алчный. Он носитель смерти. Заказчик убийств. Арендатель киллеров, арендодатель киллеров, арендует, их скупает, покупает по всему миру. Наемники, эти киллеры, он их скупает. Денег очень много и у него было. Накопил, приобщили к нему, дали большие ресурсы. И он арендует убийц по всему миру для того, чтобы уничтожить врагов Украины. Так это все называется. Я вам скажу, что пока это получается. Он, значит, заказывает киллеров женщин, использует подростков. Иногда почти детей после семи лет, между семью и двенадцати годами. Значит, для того, чтобы те закладывали схроны, используют их по полной программе. То есть методы контрразведок других стран, которые были в войну, в Великую Отечественную. Там опыт тоже использовался подростков и девушек, и юношей. Использует проституток, использует геев. У него очень много агентов, сексотов в разных слоях общества. В украинском, в польском. У него очень много агентов в Польше. Я Польшу хочу поздравить, кстати. Вы, если думаете, что он работает только против России, вы очень в этом ошибаетесь. У него очень много агентов в Польше находятся. Политики, музыканты, военные и так далее. Через разврат, через компромат, через вот это все. Там очень много. Поэтому Польша сильно подвязана. Компромат там есть на всех. И на польского президента, и этого, и предыдущего. Они любители мальчиков, подростков, мальчиков красивых. Это уже давно-давно латентные геи, которые просто в политике вот изображают из себя патриотов, государственных деятелей и так далее. Он банкир на крови. Вот еще раз. Платит киллеров, нанимает их, находит в разных странах и занимается вербовкой. Персонально изучает даже некоторые дела. Вербует киллеров лично. Он родился в день у зарешительницы Анастасии. Раз в году, 4 января, этот праздник. Она покровительница заключенных. Всех, кто находится в темнице. Кто родился 4 января, так или иначе попадет в казенный дом. На краю будет казенного дома. Это секретные службы, работа на государство, риск ареста, тюрьмы, наказание, правонарушение. То есть граница добровольная. Я добровольно иду в спецслужбы, работаю на государство. Да, имею прегрешение, есть за что меня наказать, арестовать, посадить. Но я готов служить родине. И вот таких, как он, вот этот вот товарищ Кирилл Луданов, таких и вербовали в свое время. У него была картинка мира быть, значит, офицером. Он, в принципе, бесстрашный человек. У него есть свои подвиги определенные. Смертью он не боится, смертью он видел. Распотрошить, расчленить, пытать человека лично, персонально, своими руками. Для него это не проблема. Убить ребенка, женщину, мужчину, любыми способами, самыми извращенными. Лично для Кирилла Луданова это не проблема. То есть, понимаете, он омертвел абсолютно. То есть в этом человеке уже ничего живого нет. И вот его покровительница Анастасия Узарешительница. Она спасала христиан из тюрем, молилась за них, приводила их к вере. Она покровительница в узах заточенных. Молятся они все православные христиане, у кого родственники, близкие, находятся в плену, в тюрьмах, под арестом, во временном заключении СИЗО и так далее. Вот она покровительница. И представляете, в такой день родился начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины. Это о чем говорит? То есть человек в теме. Тюрьмы, СИЗО, заключенные, аресты, пытки, шантаж, вербовка и так далее. Только он склоняет не за Христом пойти на правое дело, а по-другому работает, как работали тогда язычники. Сажали всех, кто не с язычниками, не за идолов, а кто за Христа. То есть он работает на врагов Христовых. Вот так у этого человека все извратилось в жизни. Вот такой страшный человек. Значит, у него давно умерла душа, ничего святого у него, естественно, и нравственного не сохранилось. Он сынник, стяжатель, очень скупой человек. Не верит никому, ничему. Сам по себе опасен и по духу смертник. То есть он может в любой момент покончить с собой. Живым он в руки, в плен не дастся. То есть он даже сроднился с этой мыслью. Вот как эти высшие офицеры СС всегда яд имели, как мы знаем, раскусили. Там зуби у кого-то, значит, раскусывали и так далее. У него там наверняка уже давно он вмонтирован, цианисты колей, у этого персонажа. Значит, но это еще не все. Он родился 4 января, а в этом году, 4 января, выпало на вторник. День войны, разрушения конфликтов, завоеваний. День Марса. У Зеленского 25 января в этом году вторник, а у этого 4 тоже вторник. Вот они, два товарища, дружбаны, сексуальных два партнера из одной команды, одной возрастной группы. Понимаете, тот еще моложе. Значит, Зеленский-то 78-го года, а этот 86-го, молодняк, молоденький совсем, красавчик такой, его завлекли, использовали. Поэтому на него, на Кирилла Буданова компромата, будь здоров, там, значит, отдыхает порно-сайты. Он десятый по счету в начальниках. На него был начальник человек принципиальный, воскресенье рожденный, 78-го года. Его убрали, там скандал был, целая история, все это знают. Значит, главное управление разведки Министерства обороны Украины было образовано 7 сентября 1992 года. В год Сатурна, субботний год, высокосный, и в понедельник. То есть, это было формальное действие, разведка должна у всех стран быть. То есть, на тот момент времени это было формальное действие. Но потом это все разрослось. В этом году, 7 января, ой, 7 сентября, значит, выпало на среду 30 лет главному управлению разведки Украины в этом году было 7 сентября. Среду, у них юбилей был. Значит, вот у нас 30 лет СОБРу было недавно, так? А у них 30 лет в сентябре разведки было, главному управлению разведки. Значит, то есть, у нас ГРУ, а у них ГУР, понимаете? Перекличка такая. А то есть, в этом году главное управление разведки отмечало юбилей 30 лет Украины в среду, в день Иуда Искариотского. Чувствуете, да? Сейчас они будут работать на всех, и на врагов Украины, и на врагов России, сами по себе. Продажи информации, использование ресурсов, средств и многое-многое другое. То есть, впадает разведочка в проблемы, разлад, продажность, суету, беспокойство, тревогу. Обширные связи сейчас будет налаживать, распространяться по миру. Очень много схронов в России, в Крыму, в оккупированных территориях они закладки сегодня делают, на тех территориях, которые мы потом займем. Очень много закладок у них в Запорожской области, которые уже на нашей территории мы присоединили к себе. В Херсоне там знают все схронов, тьма тьмущая и так далее и тому подобное. То есть, это опасный человек, очень опасный человек. К нему надо относиться с брезгливостью, но серьезно. В морально-нравственном человеке он ничтожество, понимаете, вот прогнивший изнутри человек. С точки зрения коварства, подлости, хитрости, бескомпромиссности, опасности как таковой, это очень сильный враг. Значит, нету там ни чести, ни совести, ни веры, ни любви. И давным-давно все выжжено, выжженная пустыня. Офицерство настоящее, еще постсоветское и даже молодое, оно с брезгливостью к нему относится, его недолюбливает. Это такой молодой мелкий выкормыш, задрот такой, который проскочил благодаря Зеленскому и попал туда, куда они попадают. Это вот как при Ельцине нашим, слава богу, покойным в МИДе появились вот эти дипломаты и Козырев, этот министр иностранных дел. Эти голубые ребятки, вот продажные. И старая гвардия МИДа, она мне рассказывала, один посол мне рассказывал, еще в 90-е годы в Москве, в 95-м. Когда Козырев пришел в Министерство иностранных дел Российской Федерации министром, многие дипломаты солидно ушли, уволились, не хотели с этой мерзотой работать. На лице все было написано. Иудушка Жиденок продажный, значит, продаст родину за 3 рубля, даже не за 30 серебряников, а 3 рубля. И вот такой же Кирилл Буданов. Он пришел, мутит свою историю, лавирует, значит, покупает, в страхе держит, шантажирует, совершенно черными методами работает. Вот такой страшный человек. Там Мюлли, Кальтербрунер и прочие упыри нацистские отдыхают. Это еще хуже товарищ. При этом такой приятный, знаете, обаятельный, такой чистоплю и такой весь в форме, вот такой вот тихий, тихим сапом делает свое дело. Очень мстительные, очень жестокие. Еще раз говорю, лично участвовал в пытках, допросах. Убить человека, ребенка, женщину для него вообще ничто. Хороший общий язык находит, вербует классно, то есть спец. Вот такая мерзота является нашим врагом. Надо было это рассказать, кому интересно, значит, знайте. Нашим, может быть, специалистам тоже будет интересно, хотя я думаю, все они и так про этого уродца знают. Это будет серия моих видео про вот этих упырей украинских. Периодически буду о них рассказывать. Итак, еще раз, у него, у Кирилла Буданова, начальника главного управления разведки, вторник, до 4 января он в активной военной фазе. Потом среда, потом уже начнется вот это вот, таркашевский дух. Его или уберут, скомпрометируют себя очень сильно, потому что теракт он будет делать до января месяца. Везде, самолеты, театры, детские сады, школы, метро. Но для него ничего святого нет. Это абсолютная мерзота, которую надо уничтожать. Из любого погреба его достать и сжечь. Вот даже не допрашивать, сжечь и все. Потому что он не дастся живым. Его распотрошить на информацию, это бесполезно. Январь, первая декада, еще четвертое число, это вряд ли. Вот просто бомбануть так, где он находится, чтобы его плитами заварило, и из него лепешка одна получилась. Вот это будет лучше всего. Такие люди именно к этому готовы. Не дастся врагу никогда ни за что. И он готов на эти теракты. Так что до 4 января, во вторник, он будет мстить, наказывать, разрушать и совершать чудовищные действия, на которые бы никто не пошел. А вот он такой, знаете, придумщик такой. Есть у него фантазии, как это сделать. Поэтому я не удивлен, что киллера-убийцу, которую бомбу подложила, да с ребенком, и убила нашу Дарью Дугину, это его разработка. И таких много будет, поверьте. Потому что он вербует, он лично вербует многих. Ему это нравится, вот эта вот технология вербовки, склонения. Что в сексуальном плане склонения, что в этом плане? На предательство, на измену, на подлость, на смерть и так далее. Вот такой он, Кирюша наш, Кириллочка, Буданов. Понимаете, имя-то такое интересное придумали родители. Не знаю только зачем и почему. Ну вот, такой вот у нас персонаж. Опасная личность. Ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео. Хочу, чтобы украинцы посмотрели, кто у них начальник главного управления разведки. Молодцы, ребята, молодцы. Я вам еще не раз про уродов ваших буду рассказывать, которые во главе вашей команды там находятся, страны. Вы пока она еще существует, очень много интересного на меня, про них узнаете. До встречи.